Наш сегодняшний вебинар посвящен тому, как можно подключить себе турбо-страницы в один клик. Мы недавно запустили технологию автопарсинга, которая позволяет нам автоматически создавать турбо-страницы и предлагать владельцам сайтов их включить. Это уникальная в каком-то смысле технология, потому что доступна она не всем сайтам. Сегодняшний наш рассказ будет построен следующим образом. Сначала я в нескольких словах расскажу, что такое турбо-страницы, как они используются вообще в целом. Потом мой коллега Кирилл в режиме реального времени продемонстрирует, как их можно подключить. Я бы посоветовала во время моего рассказа сразу же зайти в кабинет вебмастера, в свой сайт, чтобы подготовиться к демонстрации в режиме реального времени. Так вы сможете лучше посмотреть и пощупать те настройки, которые там есть. Дальше в конце вебинара мы ответим на все ваши вопросы. Вопросы можно писать в процессе рассказа и демонстрации в чат. Мы постараемся на все ответить. Также с нами сегодня присутствует Платон, известный наш из техподдержки, он точно так же поможет ответить нам на все ваши вопросы. Итак, давайте тогда начинать. Что же такое турбо-страницы и как они помогают сделать сайт эффективнее? Вообще, зачем мы делаем эти турбо-страницы? Турбо-страницы используют два сегмента аудитории. Во-первых, это пользователи, которые каждый день в интернете решают какие-то свои задачи, в том числе на ваших сайтах. А во-вторых, это владельцы сайтов, которые пытаются донести до пользователя эту информацию, а также монетизировать свой контент. Что же турбо-страницы такое для пользователей? Мы знаем, что раньше на самом деле было нормой ждать чего-то очень долго. Можно вспомнить, как мы ждали писем по почте или в очередях раньше стояли. Но сейчас времена меняются, и люди на самом деле не готовы ждать. Все привыкают к быстрому. И если сайт чей-то грузится медленнее, то пользователь, скорее всего, не будет ждать загрузки, а просто уйдет конкуренту. Есть статистика, по которой известно, что вообще большая часть пользователей не готова ждать, если сайт грузится дольше трех секунд. И мы в таких ситуациях предлагаем владельцам сайтов использовать турбо-страницы. Можно посмотреть по записи разницу скорости загрузки. Вот. Турбо уже загрузилось, и пользователь может начать взаимодействовать с этой страницей. Сейчас еще подождем. Вот загрузился сайт. Разница очевидна. Когда владельцы сайтов используют турбо-страницы, отказа на этих страницах, то есть доля пользователей, который заходит и сразу же уходит, потому что страницы не загрузили, снижается на 30%. Что мы еще даем, кроме скорости? На самом деле, турбо-страницы — это уже больше, чем просто скорость. Мы еще умеем создавать такие продукты, которые позволяют пользователям потреблять больше контента, причем бескликовым способом. Например, это автоматическая лента рекомендаций, которая формируется на основе нейросетевых алгоритмов. Ее можно включить, владелец сайта может ее включить в кабинете веб-мастера в один клик. Когда используется автоматическая лента рекомендаций, пользователи дольше находятся на турбо-страницах, больше потребляют контента, глубже просматривают информацию. Это, конечно же, положительно влияет на монетизацию. Можно посмотреть, как это выглядит. То есть пользователь страницы за страницей читает новую информацию. Алгоритмы построены таким образом, что подбираются материалы, схожие по тематике. Таким образом, пользователь может конкретно в данном случае выбрать тот рецепт, который ему больше подходит. Что же мы еще предлагаем для сайтов? Турбо-страница — это, на самом деле, еще и эффективная инфраструктура для монетизации. На турбо-страницах можно показывать как рекламу РСЯ, так и рекламу сторонних монетизаторов через AdFox. Также мы разработали специальный продукт, называется авторасстановка рекламы, где мы максимально эффективным способом расставляем рекламу на контенте. Таким образом, заработок на турбо-страницах выше, чем средний на оригинальном сайте. Можно посмотреть на примеры сайтов, которые используют турбо-страницы. Большинство из них как раз подключилось по той технологии автопарсинга, которую мы сегодня будем обсуждать и смотреть, как к ней подключиться. Например, сайт Космополитена или лайфхакер известный, Drive2.ru. Как еще используются турбо-страницы? На самом деле, тот контент, который находится внутри турбо-страниц, позволяет нам создавать атрактивные элементы поисковой выдачи. Такие специальные элементы в целом повышают эффективность и атрактивность поискового результата. На базе этого контента можно делать расширенные сниппеты с рецептами, где пользователь сразу может почитать часть рецепта, посмотреть картинки и с большей степенью вероятностью заинтересоваться этим рецептом. Например, на мобильном такое же представление. Различные варианты каруселей. В частности, например, для такого спецниппета мы продумали технологию Slider. Slider — это технология, которая позволяет бескликово тоже получать больше информации. Здесь новые статьи можно получить путем свайпа влево или вправо. Такой слайдер используется, например, в турбо-колдунщике. Что такое турбо-колдунщик? Турбо-колдунщик — это элемент быстрого употребления в поисковой выдаче. То есть пользователи, которые пользуются мобильным интернетом, могут быстро решить там свои задачи. По статистике мы знаем, что больше 50% пользователей используют медленный интернет. И вот таким пользователям как раз подойдет такой вариант. Итак, как же включить эти турбо-страницы? Как я уже говорила, у нас появилась новая технология автопарсинга. Автопарсинг — это технология, с помощью которой мы сами создаем турбо-страницы и предлагаем владельцам сайтов их включить. Таким образом, владельцам сайтов не надо делать ничего, кроме как буквально сделать пару настроек в кабинете веб-мастера. Эта технология доступна ограниченному количеству хостов, и мы контролируем результаты того, что парсит наш автопарсинг. То есть можно быть уверенными в том, что в результате получатся качественные турбо-страницы, которые соответствуют вашему сайту. Конечно же, эти результаты обновляются. Таким образом, если контент на вашем сайте обновился, мы его также обновим на турбо-страницах. И для автопарсинга доступны все те же настройки, которые также доступны для всех турбо-страниц. То есть можно настроить рекламу, счетчики, аналитики, стилизовать свою страницу, сделать ее более аттрактивной, добавить дополнительные блоки, например, меню, как элемент навигации, и сделать дополнительные другие настройки. Сейчас я передам слово своему коллеге после буквально минутного перерыва. Пожалуйста, не отключайтесь, он вам расскажет подробнее, как можно настроить себе турбо-страницы в один клик. Всем привет, меня зовут Кирилл. Я работаю в рекламе сети Яндекса и занимаюсь турбо-страницами. А сейчас я вместе с вами зайду в Яндекс.Вебмастер, настрою турбо-страницы и подключу. Открываем Яндекс.Вебмастер по адресу webmaster.yandex.ru Заходим в раздел турбо-страницы, открываем источники, и здесь мы видим несколько способов подключения турбо-страниц. Всем издателям, всем сайтам доступны API, подключение через RSS, а также подключение через плагины. Но не всем доступны, как сказала моя коллега Марина, автопарсинг. Автопарсинг доступен ограниченному количеству сайтов, поэтому мы сейчас расскажем именно про автопарсинг. Автопарсинг можно использовать параллельно с RSS-каналом. Приоритет будет отдаваться всегда страницам, которые были сделаны через RSS. В блоке автопарсинг можно посмотреть 10 примеров, собранных автоматически турбо-страниц. Как мы видим, на этом примере контент разбит уже на несколько абзацев, и автоматически расставлена реклама. Но перед тем, как включить турбо-страницы, нужно их настроить. Первое. Мы настраиваем рекламу. Второе. Настраиваем аналитику. Это ключевые моменты, которые не нужно упускать. Нажимаем по кнопке, открывается страница рекламы. На турбо-страницах можно размещать как рекламные блоки RSS, так и любую другую стороннюю рекламу через ZFox. По поводу мест. На автоматически построенных турбо-страницах доступна перетяжка. Это блок с высотой 50 пикселей и шириной 100%. А также блоки мобильные, которые располагаются в контенте с помощью нашей системы. Мы подбираем места таким образом, чтобы максимизировать доход, а также не сделать так, чтобы много рекламы было для пользователя. Мы учитываем степень зарекламности. Здесь я на примере покажу, как разместить блок рекламы сети Яндекса. Открываем рекламную сеть Яндекса по адресу partner2.yandex.ru. Заходим в продукты. Если у вас нет еще тематической площадки, то создайте ее и отправьте на модерацию. Модерация, как правило, занимает 7 дней. После одобрения модерации вы можете создать RTB-блок. Открываем RTB-блок. Нажимаем «Добавить RTB-блок». Выбираем площадку. Название можем оставить тоже. На втором этапе выбираем версию сайта. Я сейчас расскажу, как создать рекламный блок для турбо-страниц мобильных. Нажимаем «Мобильные». Нажимаем «Далее». Здесь на втором шаге нужно выбрать один из форматов, который будет показываться для объявлений директа. Если вы уже используете какой-то эффективный формат на мобильной версии сайта, то я рекомендую выбрать именно его. Например, вы используете на мобильной версии сайта постер, который эффективен для мобильной аудитории. Далее на четвертом шаге выбираем «Медийные рекламы». Я рекомендую выбрать те, которые указаны по умолчанию. Нажимаем «Далее». Есть четыре стратегии. Чтобы максимизировать доход, здесь ничего не меняем и оставляем стратегию «Максимальный доход». Создаем. Через мгновение нам становится доступен ID рекламного блока. Он начинается с буквы RA. Выделяем этот идентификатор, копируем, возвращаемся обратно в интерфейс Яндекс.Флабмастера на вкладку «Реклама». Указываем этот ID. Но нужно иметь в виду, что ново созданный блок в рекламе сети Яндекса начинает показываться только в течение часа. Поэтому я укажу тот, который был ранее создан. Нажимаю «Сохранить» и на превью в правой стороне интерфейса Яндекс.Флабмастера мы можем увидеть уже рекламный блок. Кроме блоков рекламной сети Яндекса вам доступен, напомню еще раз, блоки AdFox. Можно добавить код ставки, который вы получите в AdFox. А также можно добавить видеорекламу InPage от рекламной сети Яндекса. Если на трубо-страницах вы передаете в RSS, если даже так, по-другому скажу, если на вашем сайте есть файлы MP4, видеофайлы, то мы на трубо-страницах автоматически будем их показывать в плеере Яндекса. И этот видеоконтент вы можете монетизировать с помощью рекламной сети Яндекса. Для этого, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки рекламной сети Яндекса либо к вашему персональному менеджеру. Он для вас откроет доступ к видеоинвентарю рекламной сети Яндекса. Создаст либо InStream-блок, который показывается в плеерах, либо InPage, который будет показываться наравне с RTB-блоками в контенте. На этой же странице есть вкладка Desktop. Здесь также доступны размещения либо блоков AdFox, либо рекламной сети. Рекламных мест больше, форматов больше, поэтому я на этом не буду заострять внимание. Посмотрите и используйте десктопные трубы-страницы. Сейчас, кажется, время пришло к тому, чтобы рассказать вам про веб-аналитику. Это важная составляющая. Наверняка у вас на ваших страницах сайта есть уже счетчики, которые вы используете. Все счетчики, которые есть на сайте, я рекомендую добавить и на турбо-странице. Не нужно создавать отдельный счетчик, например, для Яндекс.Метрики. Можете использовать тот, который есть на сайте. В Яндекс.Метрики вы сможете построить отчет специальный, где вы сможете анализировать аудиторию, которая приходит именно на турбо-странице. Сейчас я зайду в Яндекс.Метрику и построю этот отчет. Он находится на вкладке Отчет, Стандартные отчеты, затем вкладка Содержание и выбираете турбо-страницы. У меня он уже выбран, можете посмотреть. Давайте вместе посмотрим, как это выглядит. Здесь мы видим визиты, разбитые по неделям, которые приходят на ваши турбо-страницы. Можете посмотреть отказы, глубину и время на сайте. Кроме этого, вы можете посмотреть в разрезе устройств, компьютеры или смартфоны, а также по источникам. Этот отчет вы можете пересобирать так, как вам удобно. Он ничем не отличается от других отчетов в Яндекс.Метрике, поэтому, пожалуйста, используйте это, анализируйте аудиторию. И вернемся в Яндекс.Вебмастер. Кроме добавления рекламных блоков для монетизации вашей аудитории на турбо-страницах и веб-аналитике, можно добавить логотип. Он находится на вкладке «Логотип». Так, одну секундочку. Видимо, Яндекс думает, что я робот. Я ввел код. И возвращаемся к нашим турбо-страницам, к логотипу. Первое. Изначально автоматически созданные турбо-страницы лежат на универсальном шаблоне. Он ничем не отличается от других страниц. Но мы разработали для вас возможность добавлять логотип, а также стилизовать турбо-страницы таким образом, чтобы пользователь, который приходил на турбо-страницы, не чувствовал себя как-то иначе. Для него ваши турбо-страницы должны быть такими же страницами, как и ваш сайт. Поэтому первое. Заливаем логотип. Есть два формата. Прямоугольный и квадратный. Добавляем меню. Навигация на сайте, так же, как и на турбо-страницах, важная составляющая. Мы указываем название и ссылку на, например, рубрику «Новости». И сохраняем. CSS. Как раз вот про то, что я говорил 30 секунд назад. Первое. Турбо-страницы лежат на универсальном шаблоне, но вы можете его отредактировать так, как вам необходимо. Можете изменить фон, можете изменить цвет, можете изменить шрифты, отступы. Например, попробуем добавить вместо белого фона, красный, чтобы вы могли это увидеть вживую. Пишем tag page. Открываем скобки. И указан, например, цвет красный. Он называется FF4.0. Закрываем. Кавычки. И сохраняем. Настройки успешно применены. И вы можете в реальном режиме посмотреть на превью, что ваши трубы-страницы будут с красным цветом. Скорее всего, у вас на сайте какой-то другой цвет, а не красный. Поэтому смотрите на стили, которые вы применяете на сайте и дублируйте их в настройках CSS для трубы-страниц. Так, мы проговорили про логотип, про меню и про стилизацию. Что же еще можно сделать на трубы-страницах? Издатели, которые подключают трубы-страницы через RSS, через API, могут включить автоматическую ленту рекомендаций. Для вас же по умолчанию лента рекомендаций включена. Можем посмотреть, как она строится на примере. Открывается первая труба-страница, на которую пришел мобильный пользователь с Дзена, поиска и новостей. Открывает страницу, читает. И после того, как он ее дочитал, мы подбираем тематически похожую страницу. Она подгружается моментально в самом низу. У нее есть также логотип, также заголовок и контент. Таким образом, с помощью этой опции мы позволяем издателю, то есть вам, вовлечь аудиторию мобильную максимальную, чтобы она просматривала больше контента и, соответственно, видела больше рекламы. Для того, чтобы подключить комментарии, авторизацию, вы в любой момент можете подключить RSS и передавать их. Немного остановлюсь на турбо-страницах десктопных. Мы месяц назад, 14 марта, открыли бету-версию. Здесь на странице турбо на десктопе доступны настройки. Здесь довольно-таки все просто. Логотип, меню, те же рекламные блоки, но с новыми рекламными местами и большими форматами. Можно настроить поиск, также отдельно стилизовать десктопную версию, а также выбрать либо одну, либо две, либо три колонки и нажать «Включить». Через мгновение турбо-страницы будут доступны не только на мобильной аудитории Яндекса в трех сервисах «Поиск», «Дзен» и «Новости», а также и в десктопе. Буквально неделю назад мы поддержали возможность строить турбо-страницы не только для посадочных страниц, на которые приходят пользователи с новостей и «Дзены», но еще и для той аудитории, которая приходит к вам с поиска Яндекса на главную страницу. Мы научились строить бесконечную, точнее, не бесконечную, автоматическую главную страницу, на которой уже будут доступны для размещения рекламные блоки Яндекса или AdFox. Можно это сделать с помощью одной кнопки и нажать «Сохранить». Поэтому и та аудитория, которая приходит к вам с поиска на главной странице, будет видеть быстрые страницы и дальше переходить на созданные ранее автоматические турбо-страницы. Кажется, я рассказал вам все настройки, которые нужно выполнить для включения турбо-страниц, но, опять же, отступлю на шаг назад. Главное — это разместить счетчики веб-аналитики и рекламу. Стилизация, меню, загрузить логотип. Можно в любой момент после подключения. Это, на самом деле, уже по вашему усмотрению, как вам удобно. Можете до запуска, либо после. Но не стоит запускать турбо-страницы, доступные или мобильные, без рекламы и без счетчиков, чтобы не потерять аудиторию и доход. Я возвращаюсь на страницы «Источники». Еще раз смотрю на примеры. Как мы видим, те настройки, которые я применил в CSS, в блоке CSS, покрасил фон в красный цвет, здесь уже применяются. Настроил рекламу, настроил аналитику и нажимаю «Включить». Здесь есть предупреждение. Почему? Потому что я не настроил счетчик аналитики. Возвращаемся быстро в блок «Счетчики» и выбираем наш счетчик, который мы используем на тестовом сайте. Сохраняю. Опять возвращаюсь в «Источники» и нажимаю «Включить». Здесь уже включено. Через некоторое время во всех трех сервисах «Дзен.Поиск и новости» трубы страницы появятся. Они помечаются специальной ракетой, которая отображается либо на карточке в «Дзене», либо рядом с заголовком в «Поиске и новостях». Итак, вопрос из чата такой. Есть ли разница между RSS и автопарсингом? Да, во-первых, разница есть такая, что RSS нужно сначала сделать. Это требует каких-то усилий по разработке. Автопарсинг готов из коробки. И второй момент, что в RSS вы полностью сами вручную делаете, можете сделать расстановку блоков и как-то кастомизировать через код представление тех элементов, которые у вас есть на сайте. Может, Кирилл еще что-то там? Кроме того, я хотел бы добавить, что когда мы создаем автоматические трубы страницы, мы не добавляем на данный момент комментарии. Если для вас критична публикация комментариев, то, конечно же, подключайтесь через автопарсинг, но затем с помощью RSS постепенно создавать трубы страницы для всего сайта с комментариями. Кроме этого, я совсем забыл, можно добавить блоки социальных сетей, иконки социальных сетей. Тогда я отвечу на второй вопрос. Сколько рекламных блоков можно расположить на трубы странице? Раньше я читал, что не более одного рекламного блока. Это правда. На старте, в далеком 17-м году, в мае, был доступен для размещения один рекламный блок. В сентябре мы уже поддержали в том же году размещение через AdFox, а к концу года можно было уже размещать неограниченное количество рекламных блоков. Но, конечно же, как и для ваших сайтов, мы рекомендуем размещать на мобильных трубы страницах не больше одного рекламного блока на полтора мобильных экранов. Кроме этого, рекомендуем не размещать рекламу, перформанс-рекламу, это относится, например, к рекламе сети, в первом экране. Как правило, видимость такого блока низкая, и рекламный блок работает неэффективно. Для автоматически созданных трубы страниц через автопарсинг мы размещаем рекламу как раз с такими рекомендациями. Обязательно, даже на короткой статье, размещаем рекламный блок под текстом, а затем повторяем его, стараемся размещать каждые полтора мобильных экрана. В первом экране не размещаем рекламу при этом. По нашему опыту, по нашему практике, такое размещение рекламы эффективно, и при этом не страдают польские метрики, такие как глубина и степень отказов. У нас еще есть несколько вопросов, на которые мы тоже сможем ответить. Наверное, на следующий вопрос ответит Марина. Так, вопрос такой. Можно ли будет отключить турбо-страницы и вернуться к текущему режиму работы? Если мы говорим про автопарсинг, то выключить турбо-страницы можно просто переведя бегунок с положения «включить» на «выключись». То есть это делается очень просто. Мы буквально за несколько часов уберем все турбо-страницы, например, с поиска Яндекса или Дзена или новостей, если вы там есть. А если мы говорим про ручные RSS-фиды, то для этого требуется передать нам снова те статьи, которые вы хотите отключить со специальным параметром. Тогда они тоже выключатся. Можно смело пробовать, потому что если вам что-то не понравится, все это можно будет отключить. Я бы хотел бы добавить к словам Марины. Если вы вдруг решили отключить турбо-страницы, которые вы создали через автопарсинг, пожалуйста, напишите либо в службу поддержки, либо вашему персональному менеджеру в рекламе сети. Расскажите, что вам не понравилось, что мы можем изменить для того, чтобы вы вновь использовали эту технологию быстрых страниц. Да, это нам очень важно, помогает нам развивать продукт, делать его лучше для вас в частности. Да, и я особо благодарен тем партнерам, которые рассказывают нам и делятся фидбэком о наших разработках. Конечно же, нам это… Мы с помощью этого улучшаем продукт, как сказала Марина. Это правда. Кроме этого, я бы хотел обратить внимание, у нас есть блог в Яндекс.Вебмастере. Подписывайтесь на него. Мы публикуем часто там все нововведения, которые появляются на турбо-страницах, все функциональности, которые поддерживаем в большом количестве. И там же, конечно же, можно задавать вопросы, на которые вы всегда получите ответ. Так, у нас еще есть несколько вопросов. Например, загрузка страниц с моим контентом происходит с сервиса Яндекса. Ну, в принципе, давай попробую ответить на этот вопрос. Это правда. Страницы, которые формируются либо автоматически, либо с помощью RSS, весь контент, который мы собираем, либо вы нам передаете, сохраняется на серверах Яндекса. Это текст, комментарии, это стили, это фото и даже видео. Совсем недавно мы эту возможность поддержали. Таким образом, мы можем контролировать скорость отдачи контента для мобильного пользователя, так и для десктопного. Где скорость — это важный фактор, который позволяет удержать аудиторию, которая к вам попала. Поэтому да, действительно, весь контент сохраняется на наших серверах. Это технологическая необходимость, чтобы максимально быстро отдавать ваш контент в вашем пользователе. Наверное, посмотрим еще. Следующий вопрос. Да, вопрос. Турбо, фактор ранжирования или нет? Ну, на самом деле, формула ранжирования, она использует очень много факторов. В частности, например, учитывают удобство сайта. Сюда также входит понятие загрузка, отказы, вот эти все самые, те самые пользовательские метрики, которые можно измерить. Таким образом, если вы каким-то способом ускоряете свой сайт, турбо это, или какие-то оптимизации, которые вы сами проводите, если они тоже очень хорошо работают, то, да, есть вероятность, что такой сайт будет, конечно, удобнее и полезнее пользоваться, чем все прочие. Да, это правда. Я подтверждаю. У нас еще есть вопрос, касается, который рекламы. Он звучит так. Реклама от AdSense, Google AdSense, можно показывать на трубостраницах? Да, у нас есть бесплатная платформа по управлению рекламой. Называется AdFox. Она доступна всем тем, кто уже зарегистрирован в реклам-сети по одному клику в левом меню в интерфейсе рекламы сети Яндекса. Вы переходите, если имеете аккаунт в реклам-сети, и для вас уже автоматически создается аккаунт. Там вы можете настроить аккаунт и добавить блоки AdSense, которые будут показываться на трубостраницах. Еще раз. Заходите в реклам-сеть. Если у вас нет рекламной площадки, создайте ее. Потом заходите в AdFox по одному клику, настраиваете аккаунт AdFox, настраиваете рекламную кампанию, получаете код в AdSense и добавляете его в настройках AdFox. Мы настоятельно рекомендуем использовать динамическую мультизацию, которая максимизирует доход от двух систем Google и Яндекс. Кроме этого, вы можете, если у вас есть прямая реклама, также замешать прямую рекламу с двумя крупными рекламной сетями в России. Таким образом, вы получите максимальный доход. Так. Поэтому, да, кажется, я ответил. Действительно, любую стороннюю рекламу, в том числе Google AdSense, Google AdX, можно размещать на трубостраницах. Здесь никаких нет ограничений. Что? Так. Планируете ли в будущем позволить источникам RSS для трубо-десктопа? Давай, наверное, я отвечу на этот вопрос. Ну, я понимаю, что пользователи хотят создавать собственные фиды для десктопа, возможно, для того, чтобы больше иметь способов для кастомизации того, как это выглядит в десктопе. В принципе, смотрите, мы сейчас десктоп используем как в открытом бета-тестировании и как раз собираем всевозможные фичер-квесты со стороны владельцев сайта в том числе. Если окажется, что действительно это потребность широко выражена и многим это действительно надо и полезно, мы, конечно, поддержим эту возможность. На следующий у нас еще есть вопрос. С вашего поздорения я отвечу на самый последний, который. Автопарсинг спарсил блок фильтров и отобразил его в виде текста над каталогом. Как от этого избавиться? Смотрите, у нас, когда создаются автоматические трубы страницы, они проходят как ручную, так и автоматическую проверку на качество. Что мы подразумеваем под качеством? это относится не только к автоматически созданным страницам, но и к тем, которые вы создаете сами через API или RSS. Под качеством мы понимаем следующее. Если на оригинальной странице сайта есть фотографии, то определенно точно она должна быть в том же месте и на турбо-странице. Это очень важно для вашей аудитории, которая к вам приходит с сервисов Яндекса. Например, простой пример. Если в заголовке написано, бывают такие случаи, в заголовке написано, что-то произошло, а посмотрите на видео, а, например, издатель не передал блог YouTube, то пользователе в недоумении уходят с таких страниц, вы теряете аудиторию и монетизацию. Поэтому обязательно следите за качеством. По поводу автопарсинга, если вы действительно видите, что мы собрали турбо-страницу не совсем с ошибками, не совсем качественно, то определенно точно напишите в службу поддержки, приведите пример, можете прям прислать ссылку на эту страницу, мы посмотрим, что мы можем сделать в данном случае. Это правда, что сложные объекты, которые у вас есть на странице, мы не всегда сейчас, на данный момент, умеем строить, поэтому можем ошибаться в некоторых местах. Просто расскажите нам, и мы посмотрим, что можем сделать. Опять же, этот блок автопарсинга эволюционирует, мы все больше и больше разных сайтов умеем собирать в турбо-странице, даже с сложными объектами. наша технология работает на машин-лёрнинг технологиях, и чем больше данных у нас есть, чем больше обратной связи мы получаем, тем лучше она работает. Что, давайте тогда следующий вопрос, я отвечу. Так, вот интересный вопрос. При подключении турбо-страниц урла этих страниц будет уже не сайтный, а индексовый. Смотрите, мы знаем, что есть такая потребность, как бы это брендинг сайта, да, сайт хочет, чтобы все понимали, что пользователь находится на его сайте, и мы её активно решаем. Значит, сейчас мы выпустили такое обновление совместно с Яндекс.Браузером. Если вы обновите себе браузер на Андроиде, вы сейчас на турбо-страницах будете уже видеть не урл, урл индексовый, а урл именно вашего сайта. Скоро также это обновление уже выйдет на Иосах, буквально, по-моему, уже в сторах оно появляется. Да, уже. Да, сегодня как раз я перед тем, как прийти с Мариной в студию, проверил на Safari, как на Иосе, в Яндекс.Браузере проверил, как отображаются турбо-страницы. Открывается турбо-страница и в том месте, где обычно был домен Яндекса с сэшом и турбом, дальше адресом сайта, сейчас отображается например домен ведомости.ру или коммерсант.ру. То есть у пользователей, у ваших пользователей не возникнет сомнения, что это ваша страница, тем более, что и ведомости, и коммерсант кастомизируют таким образом свои страницы, что их сложно отличить от оригинальной страницы. У нас еще, наверное, есть вопросы. возможно ли сделать так, чтобы автоматическую ленту рекомендаций можно было формировать вручную? Для страниц, которые созданы с помощью автопарсинга, нет. На данный момент нет. Для того, чтобы строить ленту рекомендаций по своему принципу, вам нужно использовать RSS. Это довольно-таки просто. в RSS для каждой странички вы передаете в специальном блоке Related все ссылки, которые вы считаете связаны с этой страницей. Например, если новость про BMW, стоит, наверное, показать предыдущие, прошлые, самые свежие страницы, связанные с этой маркой. Но, опять же, я рекомендую вам попробовать нашу ленту рекомендаций и посмотреть на такие показатели как глубина. Еще раз напомню, посмотреть глубину именно по трафику, который приходит на трубы страницы, можно в Яндекс.Метрике в специальном отчете трубы страницы. Так, давайте посмотрим. Мы просто с Мариной еще читаем вопросы, которые вы присылаете. Что, давай еще на какую-нибудь ответим? Да, даже не знаю, какой выбрать. Дайте нам пять секунд. Давай вот этот я отвечу. Если я обеспечиваю скорость загрузки выше, чем у турбо-страниц от Яндекса, зачем мне их использовать? Смотрите, в принципе, обеспечить скорость выше, чем у турбо-страниц от Яндекса, вообще, это очень сложная задача, особенно с учетом того, что мы используем технологии пререндеринг. Это технология, которая позволяет вам заранее загрузить страницу еще до того, как пользователь ее кликнул. Сейчас технология находится в активной стадии разработки, и она будет обеспечивать максимальную скорость загрузки. Также, как уже Кирилл рассказывал, все данные тянутся с серверов Яндекса, поэтому именно для пользователей, которые находятся в инфраструктуре Яндекса, в сервисах Яндекса, такая загрузка будет максимально быстрой. Но если вам все равно удалось сделать свой сайт супербыстрым, суперудобным, даже для таких случаев у нас есть плюсы, например, бесконечная лента, которая тоже формируется по алгоритму, или авторостановка, которая оптимизирует ваши доходы, то есть вы все равно можете воспользоваться какими-то фичами. Если они вам не нужны, то, конечно, вас никто не будет заставлять, вы можете использовать свою версию сайта. Кирилл, добавишь что-нибудь? Наверное, отвечу на последний вопрос. Хорошо. Если я подключу турбостраницы, потестирую месяц или больше, пойму, что доход упал, и отключу, потеряет ли мой сайт в позициях, или я сразу вернусь на тот результат, который был до турбостраницы. Наверное, я бы разложил этот вопрос на два куска. Первый. Если вы вдруг анализируете свою монетизацию и понимаете, что эффективность рекламы на турбостраницах ниже, чем на сайте, обязательно я прошу вас написать либо в службу поддержки, если у вас нету персонального менеджера. Что нужно для этого? На самом деле, нам нужно в первую очередь смотреть, сколько вы зарабатываете на один визит. Мы берем статистику в партнерской интерфейсе вашей системы, которую вы монетизируете, все деньги, например, за неделю. Смотрите, сколько пришло визитов, например, в той же Яндекс.Метрике, и деньги делите на визиты. По-моему, тогда. Да, нам нужно деньги поделить на визиты. Таким образом, вы получите метрику, сколько вы зарабатываете с одного визита. Аналогичный подсчет нужно сделать и для сайта. Если у вас есть возможность даже разбить по источнику трафика Zen, поиск и новости, на которых работают трубы страницы, это будет идеальное сравнение. Если действительно один визит в трубы страницах вы зарабатываете меньше, пожалуйста, напишите. Мы посмотрим, какие рекомендации мы можем вам дать. Возможно, вы на сайте используете больше рекламных мест, чем на трубы страницах. Возможно, вы используете видеорекламу, а на трубы страницах еще ее не добавили. Вероятно, что какие-то форматы лучше работают именно на трубы страницах или наоборот. Поэтому, опять же, еще очень важный момент. Как и на сайте, как и на мобильном сайте, я рекомендую вам экспериментировать. Раз запускать эксперимент на две недели и смотреть на результат. Например, если у вас уже сейчас стоит блок, блок рекламности адаптивный, стоит его поменять, например, на постер и посмотреть в динамике, на сколько вырос доход и на относительные, ну, в абсолютах, и на относительные метрики, такие, как на CPMV, которые покажут вам, что эффективность данного формата выше, чем у адаптивного. Таким образом, не забывайте экспериментировать и увеличивать доход и найти оптимальный формат и места размещения для рекламы. По поводу второго. Если вы действительно включили трубы страницы для всего сайта, а когда подключаете автопарсинг, то трубы страниц создаются максимально для всех страниц сайта, то, конечно же, после отключения системы, например, тот же поиск, заметит, что пользователи, которые приходят, начали приходить на ваши страницы, они ждут долгую загрузку, например, им мешает меню, которое прилипает, или какие-то еще другие элементы, которые могут по каким-то причинам мешать пользователю взаимодействию с вашим контентом. Система это заметит и, конечно же, это будет учитывать. Опять же, скорее всего, труба страницы загружается быстрее, чем ваш сайт, и он позволяет вот этот показатель скорости, показатель реагирования увеличить, и при прочих равных система будет показывать сайт, который быстрее загружается, чем оригинал. Хорошо, давайте еще вопрос есть. Моим сайтом автопарсник недоступен, как можно подключиться? Если вашему сайту недоступен автопарсинг, но вы хотели бы попробовать его использовать, например, у вас нет ресурсов для того, чтобы сделать свой RSS-фит, можно написать службу поддержки, мы стараемся всем предоставить эту технологию, это, правда, не всегда получается, но напишите нам, если вы хотите попробовать, мы постараемся. Вопрос, наверное, не совсем на самом деле мне понятен, но я все-таки вы зачитаю. всего 800 страниц в поиске, в поиске, видимо, Яндекса, в автопарсинге 109, остальные со временем появятся или нет? Не знаю, можно это рассказывать или нет, но когда мы подключаем автопарсинг для какого-то домена, например, для вашего сайта, то в первую очередь этот блок появляется тогда, когда появляется, когда мы собираем критическую массу, собираем критическую массу страниц, например, половину сайта мы построили, у вас этот блок появляется, и, конечно же, в системе вы видите, что трубы страниц загружены столько-то, например, 400. Вы включаете автопарсинг, и через какое-то время появятся все страницы, которые есть в индексе, которые мы смогли построить. Но важный момент, к которому стоит вернуться, к которому Марина уже говорила, это, если на вашем сайте появляется какая-то страница, то мы через короткое время собираем из нее турбо-страницу и показываем ее в наших трех сервисах. То есть не нужно будет следить за тем, какие старые страницы собраны, какие новые. Мы за этим сами следим в автоматическом режиме. Все так. Да. Кажется, вопросы у нас заканчиваются. мы в принципе можем завершать, но... Да. Что здесь? Да. Опять же, мы можем завершать, наверное, наше выступление, но обещаем, что в чате вы можете задавать вопросы, а мы сейчас с Мариной и с коллегами пойдем отвечать на них письменно. Да. Всем спасибо, что послушали. Желаем вам приятного использования турбо-страниц. пишите вопросы, мы обязательно на них ответим. Да. Всего доброго. субтитры подогнал «Симон»